Нигде. Наверное, все спят. Я тут решила выйти в прямой эфир, поговорить. Не с кем говорить, все спят. Завтра понедельник. А нет, кто-то есть. Привет, привет, привет. Я просто обещала выйти сегодня. У меня есть еще 40 минут до сегодня. Поэтому я вышла. Обещание стараюсь выполнять. Вот. Так. Присоединяются люди. Рассказывайте, как ваши выходные? У меня суббота была день тюленя. Ну, как день тюленя? Я работала, но в компе. Я имею в виду, что я никуда не ездила. Вообще никуда не ездила. Я была дома. Ну, это крайне редко бывает, чтобы я никуда не уезжала. Вот. А воскресенье такое было интересное. Привет, привет, привет. Присоединяются. Какой класс. Анютка, спасибо, что вышла в эфир. О, здорово. Я же говорю, раз обещала, значит, надо выйти в эфир. Сегодня снимала видео для вас покупки, весенние покупки одежды. Я вам скажу, Ника теперь поняла, почему я не люблю снимать такие видео. Потому что надо все отгладить. Потому что не все всегда как бы отглаженное висит. Тем более, я вещи привезла с Европы, и я их еще никуда не девала. Я знала, что мне надо снять это видео, но у меня все отдельно сложено было. То есть все надо было отгладить, все надо было все на себя примерить, накраситься. Вот. Все снять, а потом еще выходить на улицу, переодеваться, и все это на себе снимать. Я вам могу сказать, что на это ушло 4 часа, и это было в очень быстром темпе, на голове черте что, потому что у меня с утра тут была бигдюшка, эти я распустила, а эту оставила. И получается, что эти уже стали прямые, а тут распускаю, а тут кудри. И я такая, Боже, а времени нету. В общем, короче, у меня был сегодня такой коллапс при съемке видео. Пользуешься ли ты маслами в уходе за собой? Да, я пользуюсь маслами, я очень люблю масла. И это зародыши пшеницы, это кокосовое масло, это миндальное масло. Тело, лицо, лицо крайне редко маслами протираю, но бывает. А тело обязательно. Анечка, муж будет в командировке в Киеве. Хочу кроссовки из того магазина на Харьковском шоссе. А как ориентироваться по размеру? У вас какой размер? Не маломерят? Ой, это очень сложно на самом деле подобрать там обувь, потому что там есть и маломерят, и большимерят, и они могут быть широкие, они могут быть узкие. Надо примерять. Поэтому вот то, что именно взяла я, они маломерят. Я взяла сороковый размер, представляете, а у меня 38. Это первое. Второе, там не может быть, вот сейчас вам скажу, я купила обувь, я могу поехать в следующий день, и ассортимент будет совершенно другой. То есть там такой поток людей, и так быстро меняется вообще ассортимент, что может и не застать то, что как бы, ну, есть, например, у меня. Но может быть что-то другое, еще лучшее. Поэтому пусть он сключит FaceTime или Viber, именно видео, и пройдется по рядам, а вы будете говорить, стоп, 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 вот эти мне покажи. Вот так вот. Иди, раба моя, моя раба выяснил мне чай. А твоя раба может себе мыть посуду? Нет, не может. Моя раба хочет, она зубы почистить. Я до утра чистила. А у кого усики? Ой, сори. Иди сюда. Вот она. Такая лохматая. Да, да. Мама по концертам ходит. Ника, помой посуду. Ну, это со стороны так выглядит. На самом деле все не так. Так, тебе очень идет когда так уложено. Челка в стиле группы Абы. В смысле, ну, я вам объяснила, как это уложено. Это нифига было не уложено. Ну, время от времени что-то с волосами делаю, тем более купила, не буду показывать. В общем, разные заколочки. Поэтому так. Аня, у нас всегда сногсшибательно выглядит. Спасибо! Как приятно! Спасибо. Привет, Анюта, привет, девочки, привет. Анюта, подскажи, пожалуйста, что делать с муравьями? Появились внезапные везде. Я просто, знаете, что я сделала? Я написала в комментарии девочки, как я избавилась от муравьев. В тот момент они у меня, вот этот препарат, он был дома, и я как бы с него списала, как называется. Потом я все это унесла в гараж. Теперь я не могу найти это средство, соответственно, некоторым не могу ответить, как я избавилась от муравьев. Вот, найдите комментарий, где я рассказываю про муравьев. Ой, надо мне найти и как-то, может быть, пост написать. Я не знаю, наверное. Избавилась легко, на самом деле. я поехала на рынок, там купила такой вот, такая как паста, она сладкая, ну, какая, я имею в виду, она липкая. Мне сказали, что она сладкая, для муравьев это, типа, вкуснятина. И я выдавила это яд, я прошлась по тем местам, чтобы, как бы, Дема не залез, то есть, по щелкам и местах, где есть муравьи. Вот. Там, какая вообще фишка в этом яде? это муравушка скушала, и она заражает других муравушек. Вот. И вы не поверите, у меня буквально через три дня муравьев не стало вообще нигде, но я купила еще и порошок, потому что мне спросили у вас в доме или в квартире, я был в доме. Мне она говорит, ну, продавец говорит, возьмите еще порошок. Я взяла порошок, и мы, получается, прошлись вокруг дома и, как бы, на пороге, то есть, отовсюду. И вообще не пропали. Вот уже сколько мы здесь, вообще муравьев нету. И от мышей тоже избавились. Ура, слава богу. Потому что для меня, ну, муравьи, конечно, неприятно было, но я быстро от них избавилась. А вот с мышами я повозилась. Я делаю сырники на завтра, и сейчас буду овощи тушить, и тебя смотрю. Вау! Так, а сколько время? У нас тут двадцать минут двенадцатого овощи тушить. Боже, как я люблю тушеные овощи. Надо себе тоже такое что-то домутить. Наверное, после мальвины и подняла вверх волосы. А, я поняла, получилось очень стильно. Потому что вот этот вот, как бы, накрутка мне пришлось, то есть оно было объемное. Сейчас я покажу. Оно было объемное, и да, я, получается, вот так вот, вот так вот, получается, заколола. А здесь были просто вот так вот прямые волосы. Ну да, надо время от времени экспериментировать. Мне просто удобно вот так, и мне так нравится, поэтому я так делаю. Очень приятно вас вновь видеть в прямом эфире. Мне тоже приятно выходить к вам. спасибо. Так, присоединяется, продолжает. О, Саша, привет. Красивая картина. Это моя мама делала. Вот, это, ну, как бы, ткань, и она натянула ее. Вот. Ты чего не спишь? Ты же завтра на работу. Ань, как научиться дружить с самим собой? Любишь проводить время сама? Я обожаю проводить время сама. У меня буквально недавно была сессия. Это медитация. Вас, человек ведет голосом. Это как, как бы так объяснить. Ну, в общем, пост надо написать. Я думаю, многим будет полезно. И вот там вот, ну, вы углубляетесь, можно сказать, в подсознание, да, в какой-то мере. И, оказывается, вот я действительно очень люблю уединение. Не скажу, что одиночество, потому что, ну, я не могу сказать, что я люблю одиночество. Я люблю уединение. Да, я люблю проводить время сама с собой. Я могу ходить в кинотеатры, на концерты сама, то есть, просто гулять сама. Мне это нравится. Не даешь спать, а ты выключи телефон и спи. Ну, мне приятно, Саша. Сережки краю. Спасибо. Этим сережкам уже лет, наверное, много. Это мамины еще. Когда на тебя смотришь, видно, как кайфуешь сама от себя в хорошем смысле. Ты считаешь себя красивой? Да, я считаю себя красивой. и я считаю, что каждая женщина должна считать себя красивой, потому что каждая из нас красива. Вот. Что собачка, которая прибилась к вам? На улице. Я жду вторника, потому что во вторник должны вроде бы приехать хозяева, потому что я написала в группу в фейсбуке и в вайбере нашего села и как бы сбросила фотографии, говорю, может быть, это чья-то. И написали мне, ну, как мне, в группе ответили, что да, хозяева приедут, мы приедем во вторник. Я вот думаю, как они могли оставить собаку без еды как бы, ну, до вторника, ну, то есть пять дней. Кормлю. Напиши пост про эту медитацию. У меня будет не только это. У меня была на, вот одна была на финансы медитация, вторая будет на личную тему. То есть это как бы, знаете, когда есть какие-то моменты, и ты углубляешься, чтобы получить ответ на свои вопросы. Вот. Так же будет на реализацию. то есть их много. Вы сами задаете вопрос, какой хотите, и в медитации вы можете получить ответ. Вот. Это очень круто. Это медитация, ясно? Нет, это медитация Тани, другой девочки. Скажу честно, я поясни соскучилась, вот прям реально соскучилась по ее медитациям, по, ну не знаю, как бы, ее практикам, да, и сейчас она на Шри-Ланке и потом будет на Бали. И она говорит, Ань, типа, прилетая на Бали, у нас будет крутая, типа, практика, и я, вы не представляете, как я хочу. Я очень хочу, но это деньги. То есть у меня есть эти деньги, но тогда мне их надо оторвать от дома. Я не могу пока этого сделать, потому что я сама себе пообещала, что первое очередное у меня дом, потом все остальное. Поэтому пока я не еду, но я с ней сказала, что я за, и я как бы вот, я хочу, чтобы она приехала в Киев, чтобы мы увиделись, ну и как бы хочется время провести, с пользой, может, на какую-то практику побуду в Киеве, но пост напишу тогда вам, я думаю, это будет очень полезно. И вам порекомендую Таню. Ну, мне понравилось. Мы провели такую сессию на полтора часа, она пролетела вообще незаметно. Я для себя открыла тоже определенные моменты и визуализирую теперь кое-что. Ну, это как бы лично, я не могу поделиться, но рекомендую вам тоже пройти. Для этого ничего такого не надо, не надо быть обученным, там как-то специально. Достаточно просто закрыть глаза и расслабиться. Так, пользовались ли когда-нибудь услугами психолога? Если да, то ваше впечатление. Нет, я не пользовалась услугами психолога. Когда родился Демид, и где-то, наверное, прошло полгода, может, я, если честно, уже не помню сколько, я сама пошла к психотерапевту, не к психологу, потому что у меня была страхохобия. У меня было ощущение, что ребенок задохнется, утонет, не проснется. Ну, я понимала, что это нездорово вообще, и я сама пошла. Вот. Врач, удивился, но говорит, хорошо, что пришли. И я помню, что я даже пила транквилизатор, и потом поняла, что это было неправильно вообще, нежелательно сразу запихивать в людей транквилизаторы, надо просто разобраться. И я поняла, что не надо пить транквилизаторы, надо просто внутри себя успокаивать. И я, ну, нашла свои какие-то моменты, где я смогла сказать себе стоп и эту страхохобию убирать. Бывают, конечно, такие моменты тревоги, потому что, ну, я одна, у меня дети, и бывает, что мне тяжело, бывает, когда мне страшно. Но, опять же, есть моменты, они, ну, они кратковременные, я быстренько это всё убираю. И, кстати, сегодня ехала, я, по-моему, когда позавчера общалась с человеком и поняла, что я не хочу с ним общаться, это был мужчина, потому что он для меня токсичен. И знаете, как я это поняла? Он, ну, это не говорит о том, что он плохой человек, нет, просто как бы это такой человек. Он реалист с цинизмом. Это неплохо, но для людей-оптимистов это плохо. То есть, получается, его реализм с цинизмом убивали во мне оптимизм. И я это сразу поняла, и сразу такая, стоп, мне такое общение не надо. Потому что, как бы, я во всём вижу позитив, а человек меня, как бы, опускает в реальность, ну, в свою реальность, да, что не всё так красочно, как мне кажется. Я такая, нет, 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 я хочу, чтобы у меня было всё красочно, как я себе это вижу. И мне так легче жить. Поэтому, да. Ты такая молодец, очень мотивируешь. Спасибо. Вы, як вы, вы решили снимать видео на Ютьюбе? Это случайно получилось, просто решила девочкам помочь, ну, как, показать, что есть у меня для ребёнка, вдруг им станет полезно. И пошло-поехало. Пользуюсь ли когда-нибудь, а, это я уже отвечала. Каким образом медитация на финансовое благополучие работает? Самовнушение, да. На самом деле, самовнушение в нашей жизни, как бы, играет большую роль. Но это не только самовнушение, это ещё, есть энергетические каналы, и иногда они перекрыты. Перекрыты детством, может быть, какой-то там мыслью, перекрыты, ну, масса, у каждого вообще по-разному, и это может быть что угодно. И вы эти каналы просто открываете, убирая определённые, опять же, мысли, какие-то блоки, свои какие-то убеждения, и так далее. Ань, поделись, как тебе процедура плазма лифтинг? Я до сих пор не пользуюсь тональным средством, и бибишками. Я время от времени могу точно нанести под глаза какое-нибудь средство, ну, типа, консилера, и всё. Я довольна. Летом, когда я сделала процедуру, вот первые три месяца, вообще была очень довольна. Поэтому, классно. Просто, понимаете, врача ещё надо хорошего найти. Мне вот врач, этот пластический хирург, очень помог. Ну, вот, он не стал меня ложить под нож, когда, в принципе, я пришла и говорю, а я хочу. Он говорит, мне надо. Вот. И, в принципе, мне по лицу сказал, где что можно поправить, я имею в виду, не пластикой, а просто процедурами. И всё. То есть, я довольна, что сделала плазма лифтинг. Померяю селерей бойкой. Давно. Во сколько? Во сколько что-то пропустила? А если человек токсичен в некоторых моментах, и сказать ему об этом не можешь, и терять общение тоже, что делать? В таком случае тогда придётся его нейтрализовать. Знаете как? То есть, его слова, которые на вас влияют, делать так, чтобы не влияли. У каждого по-разному. У меня, например, работает, когда я представляю, что на мне колпак, через который ничего не проходит. Никто не может мне сделать как-то плохо. Вот на мне этот колпак, и всё. И как бы, опять же, визуализация. Ну, у меня это работает, я не знаю, у кого как. То есть, само внушение. И всё. То есть, это опять же работа над собой. Что означает ваша мандала? А я вам видео расскажу. Я, кстати, уже морально подготовилась снять. Есть такая книга, Джон Кэх, подсознание, может, всё. Я, кстати, слышала, и мне... Ника, что это? Это дверь. Боже, ты меня напугала. Я уже думала, ты спишь. А что ты не спишь? Знакомьтесь, мой друг Евгений. Я это не знаю. Я уже чай забыла. А что ты спать не идёшь? В смысле? А время, ты видел завтра школу? А посуду кто-нибудь будет? Так мою посуду, а не в телефон спекай, дорогая. Капец. По поводу книги подсознания может всё, мне её советовали, да. У меня тут есть уже на очереди книги, вот стоят, которые надо прочесть. Поэтому, я, кстати, в последнее время, если стоять, постоять, если стоит выбор между посмотреть сериал с Доминикой или почитать, то я выбираю посмотреть сериал с Доминикой, потому что мы не так много времени проводим вместе, из-за того, что она в школе, как бы, потом уроки, какие-то домашние дела, там, готовка, ну, или я куда-то вечером могу уехать. Ну, в общем, короче, поэтому я стараюсь максимально провести время с малой. то есть медитация, сам себе психолог с элементами самовнушения получается. Ну, отчасти да. Ну, это мое такое мнение. Мастера могут сказать совершенно по-другому, они могут обосновать, но я говорю, так как для меня это работает. Вот для меня работает вот так вот, то есть, мое, как бы, мое представление пока такое. Во сколько вы с Доминикой начали говорить о сексе? Книжку я ей купила, когда я была 12 лет. Вот. Ну, там в книжке все было описано. А где можно найти ретриды ясны? Вбивайте в гугле Ясна World, и там они будут. Если хотите, напишите мне в личку, я сама найду и вам сброшу, потому что, ну, мало ли, может, не найдете. Ну, надо пост просто сделать, и там я отмечу, и как бы тоже найдете. Сделаю пост, хорошо? И, кстати, вот этот вот на Бали, она мне сбросила место, где будет проходить этот ретрид. Вы не представляете, у меня слезы были на глазах. Я так туда хочу. Там! Так красиво. Прям так красиво. Это просто, ну, для меня вот острова с уединением, там, где нет туристов, где только ваша группа, и больше никого нету, где местные. Это просто мега что-то. Я очень изменилась, и моя жизнь изменилась именно после ретрида, именно после Шри-Ланки, после Ясны. Это был мой первый ретрид. Я не понимала вообще, что это такое, куда я еду. Она очень мягко все объясняла, она не заставляла ничего делать, она прислушивалась, помогала, мне очень понравилось. с мышцами, с меня, с мышцами. Так, Саша, я потеряла мысль. Что у тебя с мышцами? Так, если на выборы, если идете на выборы, то за кого? Я политику не обсуждаю. А вы что, поругались? Ой, это было очень давно. На эмоциях, да. Аня, вы читали Синельникова, если да, интересно ваше мнение? Не читала. Тоже о нем много слышала, но не читала. Они у меня даже, эти книги попадались где-то у мамы. Я, а из-за чего вам? Да ну, блин, девочки, это было миллион лет назад. Ну, как бы, смысл обсуждать? Я вообще не люблю возвращаться в прошлое, тем более негативное прошлое. Ну, то есть, как бы, поругались, помирились, ради бога. Ань, когда будет видео об украшениях? А новых или вообще, которые у меня есть? Спасибо. За кого бы уже классно? Девочки. Не спящие светлые. Оля, как тебе концерт? Ну, я, конечно, не любитель классики, но некоторые композиции мне понравились. Моя-то девочка. Надо нам чаще выбираться. Мне понравилось. Так, вопросы закончились. Можно идти спать? Нет. Почему? Я еще посуду не помню. А я тебе мешаю? Какая мне разница? И тебе какая разница? Я в этом... В прямом эфире или нет? Не знаю, но... Это я знаю, но... Не, я не знаю, но... В принципе, я... Ну да, я не знаю, но... Ладно, не важно. Но зато, честно, все правильно. Не, на самом деле, у них очень много разных... разных концертов, и они играют разную музыку. Мне очень нравится джаз. Вот. То есть, можно ходить вообще на разные... разные концерты и выбирать. Я, если честно, жду, ну, я тебе говорила, когда они уже откроют сезон открытого неба. И мне очень нравится ботанический сад, крыши, разных заведений. Это очень круто. Пойдем с девочками в следующий раз. Но я не знаю, вы сидите ли, моя. Это знаешь, как сегодня мы видели с детьми, которые были. Надо брать с краешку. Кстати, я обратила внимание, что с краешку очень хорошо видно и удобно. Поэтому надо в следующий раз брать с краешки. Деме не мешает спать ваши с Ника разговоры, а Дема у папы. Папа его утром привезет. Вы очень хорошие, люблю вас слушать. Приятно, спасибо. Ань, балет нравится. Вот, кстати, балет мне не очень зашел. Я была на балете всего лишь один раз, и как-то мне не зашел. Поэтому не знаю. Может быть, еще надо сходить. Начало вам нравится. А это кто? Я не знаю, кто это. Привет, я большая из Италии. Италия. Си-си. Ой, как классно. Я, кстати, хотела начинать учить итальянский, потом поняла, что, может быть, все-таки надо учить английский, а теперь я не учу никакой. Думаю, может, хотя бы действительно итальянский. Мне понравилась зефирка. его слушать и слушать. Слушай, у него действительно такой голос, прям бархатисто-убоилкивающий. Вот под него действительно можно спать. Это человек, который может, я не знаю, вести медитации. Музыка была шикарная в сторис. Я сначала не поняла, что это играет классика. Правильно, ходи чаще, что вдохновляет. Да, очень нравится. Я обожаю концерты. Прям очень. Кстати, Оль, давай еще пойдем в театр Черный квадрат. Певица Юлия Началова, я не знаю, кто это. Приезжайте во Львов на свою фан-встречу. А вы мне ее устроите? Вот если устроите, сами организуете, тогда да. бредом. Ладно, шучу. В любом случае, это надо всех оповестить. И надо приезжать, когда тепленько, чтобы можно было погулять. На каком уровне знаете английский? Это говорит не класс, это не супер, это не не вот так. Это вот так. Я не знаю английского, ну, то есть, это что в школе учила, и то. я поменяла шестнадцать школ, и, наверное, языков в пять учила за все время. Белорусский, грузинский, английский, немецкий, французский, и по факту не знаю ни один. Это очень плохо. Аня, вы рано просыпаетесь. Вы знаете, я начала просыпаться в пол седьмого. В пол седьмого в семь, не по будильнику, просто мой организм встает, открывает глаза, он очень хочет спать, но открывает глаза, и такой, и я не знаю, может быть, надо просто раньше ложиться, и не сидеть так поздно в прямом эфире, для того, чтобы заниматься с утра действительно делами, там можно писать всякие статьи, монтировать видео и так далее, потому что утром, когда все спят, можно в тишине этим заниматься. Надо менять, наверное, свой график. Да, начала просыпаться рано сама. Я за любой движ. Хорошо, договорились. Я куплю билеты. Вот, только договоримся на когда. Театр Черный Квадрат это нечто, обожаю их. Я там училась когда-то. Аня, я ваш фанат. Тарас Владимирович, вы меня, прям, я красная. То ты на меня наезжаешь, что я, хорошо, что уже не креветка. Вот, как ты в последний раз на меня сказала? Я на тебя обиделась, жопа ты. Так, пальто в сториз. А, желтенькое, понравилось? Следующее видео в YouTube будешь снимать? Ты обещала, жду. Ну, сейчас, завтра выйдет влог, в четверг выйдет вот про одежду, то, что сегодня снимала. Ну, потом опять влог, а потом уже, скорее всего, что-то, что-то на тему тату, заработка и так далее. то есть, то, что я вот обещала, надо снимать. у Ясна есть страница в Instagram? Да, есть. А, ну, я так не вспомню, она высвечивается, обычно, когда начинаешь писать. Я напишу пост и вам отмечу Ясну личную страницу, отмечу ее, как бы, компанию, ну, именно, ретриты, да, как она возит и ссылку на на сайт. Так. Я вас увидела на на виде на YouTube видео, как вы приехали в дом с сыном с роддомом. Потом пару раз еще попадались ваши видео и как-то потерялась. И вот я снова случайно вас нашла. И тут вы стали прям другая. Что, серьезно? Надеюсь, лучшую сторону. Особенно с огоньком в глазах. Я развелась. Наверное, поэтому. Не теряйте меня больше, подпишитесь и не теряйте. Вот. У меня много полезной информации на самом деле для девочек. Очень много. Смотришь про престола? Я? Нет. Ну, ты хочешь посмотреть, но сейчас очень поздно, завтра в школу. Я в чужом покажу, посмотрите, что? Не, ну, я посмотрела, я посмотрела его, у меня один сезон остался. У меня садится телефон. Олечка, да, спокойной ночи. Наблюдаю за вами прям с большим интересом, вы очень позитивно и мотивируете. Как приятно. Спасибо вам большое. Ребятки, я буду закругляться, потому что уже поздно. Спасибо, что были со мной, я сохраняю эфир и постараюсь завтра опять выйти. Все, всем пока-пока, спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.